Сегодня представители партии «Единая Россия» бесплатно раздали жителям защитные маски и перчатки. Эта акция задумана для того, чтобы еще раз напомнить, что наша общая безопасность зависит от каждого. Жители Лабытнанги проявляют ответственность в профилактике коронавируса. Даже на улицах города большинство находится в масках. Но помощь лишней не бывает. Именно этим руководствовались волонтеры партии «Единая Россия», устраивая бесплатную раздачу защитных масок и перчаток. Во многом лабытнанцы поддерживают такие инициативы и благодарят волонтеров. Нужны. Мы, вот я лично, с марта месяца без маски никуда. Да, я считаю, что нужна. Правда, большинство людей не понимают, как правильно их носить и как правильно ими пользоваться. Ой, спасибо вам за доброту. Спасибо большое, что вы делаете добрые дела. Волонтеры, спасибо вам большое. Да это, конечно, нужно. Вы что? Сейчас такая ситуация не только в нашей стране, это ситуация по всей планете. Я вот считаю, что маски, перчатки обязан каждый человек одевать. Потому что мы же себя это бережем. Я имею в виду от инфекции. И мы обязаны беречь своих родных и близких. Сами волонтеры также отмечают, что люди охотно берут маски. Люди берут охотно маски, прям благодарятся взамен. И также маски, в моем случае, вот в моем мнении, маски, они очень нужны. Так сейчас, чтобы не заболеть, хочется много людей болеют, и это необходимо. Также помещение к перчатке, это тоже вообще не поднимо, чтобы в случае чего эти септиков не обрабатывать руки заранее. Чтобы в перчатках все тронут, а потом уже будут выкинуть их. Руководитель приемной партии Наталья Сухорукова поделилась личным мнением о надобности ношения масок. Учитывая мое образование классическое медицинское, я хочу сказать, что безусловно маска защищает. Защищает даже в первую очередь в том плане, что если рядом с тобой стоит человек, который болеет, опасен, и он в вашем присутствии чихнет или кашленет, то те частицы, на которых будет огромное количество базироваться вируса, они очень легко попадут непосредственно вам в носоглотку. Если на том, кто чихнул, будет маска, если маска будет на вас, то вероятность того, что этот вирус проникнет вам в носоглотку, она крайне невелика. Мнения жителей и волонтеров схожи. К ним присоединяется и наша съемочная группа. И напоминает, в общественных местах крайне необходимо находиться в защитных масках и перчатках.